В 1979 году первая подводная лодка проекта 941 «Накула» по кодификации НАТО «ССБН Тайфун» была спущена на воду в Советском Союзе. Этот огромный атомный подводный корабль имел полное водоизмещение 48 тысяч тонн и длину корпуса 175 метров. Он был вооружён 20 баллистическими ракетами подводного старта. «Тайфун» был спроектирован инженером Сергеем Ковалёвым в конструкторском бюро «Рубин» как ответ на новую американскую подводную лодку класса «Огайо». Атомная подводная лодка «ССБН» класса «Огайо» была вооружена 24 баллистическими ракетами и имела полное водоизмещение 18 тысяч 750 тонн при длине корпуса 170 метров. Обратим внимание, советский «Тайфун», неся на четыре ракеты меньше, чем «Огайо», имел водоизмещение более чем в два с половиной раза больше, чем у американской лодки. Но зачем «Тайфун» построили таким большим? Или, может, не зачем, а почему? Чтобы разобраться в этом, послушаем известных специалистов этого направления кораблестроения. Сначала Владимир Опялова, конструктора многоцелевых атомных подводных лодок, доктора технических наук. В своё время он руководил конструкторским бюро «Малахит». Вот его мнение, почему советские подводные лодки получались большими по размерах, чем субмарины других стран. Мы сделали кают-компанию, в которой люди собираются. Мы сделали зоны отдыха, где они могут позаниматься спортом, помыться, потом идти отдыхать. За рубежом, чтобы сэкономить подводные лодки, объёмы и веса, и габариты, делаются тёплые койки. На каждую койку два человека. Один спит, другой находится в кают-компании, третий на рабочем месте. Потом меняются. Наши требования этого не позволяют. У нас совсем другие требования. Поэтому, может быть, у нас подводные лодки несколько больше, чем американские, чем французские, английские. Итак, по словам конструктора Пялова, советские подводные лодки были такими большими, из-за создаваемых в них дополнительных бытовых удобств для экипажа. Действительно, на подводных лодках класса «Тайфун» были оборудованы тренажёрный зал, зона отдыха с певчими птицами, сауна, обшитая дубовыми досками, солярий, бассейн глубиной 2 метра. Офицерский состав размещался в двух или четырёх местных каютах. Но трудно поверить, что боевая подводная лодка такого типа и такого назначения как «Тайфун» была построена огромного размера для того, чтобы её экипаж в дальнем походе смог попариться в бане. Далее Игорь Спасский, генеральный конструктор около 200 советских и российских субмарин, и Сергей Ковалёв, генеральный конструктор советских атомных подводных крейсеров стратегического назначения вспоминают, как создавался «Тайфун». Когда стали заниматься «Тайфуном», тогда уровень машиностроения в Советском Союзе был существенно ниже, чем в Америке, в Германии, в Англии. До «Тайфуна» советские подводные лодки вооружались жидкостными баллистическими ракетами. Это вызывало много проблем, так как компоненты топлива и окислителя были очень токсичны, и если происходила авария с ракетным топливом, то это сопровождалось с серьёзными последствиями. Поэтому на третьем поколении мы сказали, нет, мы лодки больше не будем делать, потому что там аварии были серьёзные и прочее. Конструкторы ракет для подводных лодок поперву были против этого решения. Но в конечном итоге инженер Макеев создал твёрдотопливную ракету для «Тайфуна». Это была Р-39, её вес составил 100 тонн. По боевым характеристикам, мощности заряда, точности поражения цели и дальности действия, эта ракета не уступала американским «Трайдент», но была за них в два раза тяжелее и, соответственно, больше по размерам. В процессе решения этой задачи Ковалёв и его команда рассматривали многочисленные варианты конструкции лодки, включая обычное удлинение её прочного корпуса для размещения в нём необходимого количества пусковых установок, которые представляли собой отдельные шахты, размещенные в два ряда. Но этот подход был отвергнут, поскольку созданная подводная лодка имела бы длину более 235 метров, что было слишком много для имеющихся сухих доков и других сервисных объектов. В конце концов было найдено решение, которое позволило сделать подводную лодку длиной немногим меньше 173 метров. Ну и поэтому возникла идея создания подводной лодки совершенно новой конструкции, где ракетные шахты расположены не внутри прочного корпуса, а между двумя прочными корпусами. Таким образом, «Тайфун» получился с двумя параллельными основными прочными корпусами, как у «Катамарана», между которыми в ней размещались 20 шахт ракетных установок. К двум основным прочным корпусам были добавлены еще три дополнительные. Торпедный отсек, центральный пост управления и кормовой механический отсек были сделаны в виде отдельных прочных модулей. Все модули соединялись коммуникационными переходами и были покрыты массивным внешним корпусом, в результате чего и получилась самая большая в мире подводная лодка. Таким образом, внутри «Тайфуна» имелось в общей сложности 19 отсеков, в которых после установки основного и вспомогательного оборудования еще оставалось много свободного внутреннего пространства, которое можно было использовать для обустройства дополнительных бытовых удобств экипажа. Шесть подводных лодок класса «Тайфун» были спущены на воду и введены в строй с 1981 по 1989 годы. На сегодняшний день все они выведены из эксплуатации. Взгляды на эту подводную лодку и ее ракетную систему у специалистов и экспертов отрасли не были единодушны. Некоторые из них считали, что создание «Тайфуна» было большой ошибкой, так как твердотопливные баллистические ракеты не показали ощутимых преимуществ перед жидкотопливными, а разработка такого дорогостоящего проекта, который создавался параллельно с проектом 667 БДРМ, было необдуманным решением, которое лоббировалось определенными промышленными кругами. Такие проекты, по их мнению, в значительной мере подорвали советскую экономику и способствовали поражению в холодной войне, а в конечном итоге привели к крушению СССР. Но у кого не было сомнений в «Тайфуне», так это у простых советских граждан. Он был источником гордости для них. Еще бы! Самая большая подводная лодка в мире. Продолжение следует...